Прежде всего, я хочу поблагодарить команду, которая собирает каждые два года наш конгресс. Это очень трудная и очень ответственная работа, и очень приятно, что наш конгресс регулярно собирается. Я буду рассказывать о оптических и акустических явлениях, о свойствах эфирной среды. Я являюсь изобретателем конструкции акустополиоскопа. Этот акустополиоскоп содержит преобразователи поперечных волн. На столике расположен объект. И его прозвучивание, акустическое прозвучивание, производится при параллельных и преисключенных векторах поляризации. Собственно говоря, это как в оптическом поляриметре происходит. И, конечно, я к эфиру пришел только через акустические явления. И вот общий вид такого акустополиоскопа вы здесь видите. Это вот воплощенная конструкция. Здесь излучающий датчик, здесь приемный датчик. И как я говорил, что наблюдение производится при помощи преобразователей поперечных линейно-поляризованных чисто поперечных колебаний. И если мы будем поворачивать наш объект, то мы будем наблюдать вот такую картинку. То есть при отсутствии анизотропии в образце, при параллельных векторах поляризации, это будет чистый круг. И естественно, что при искрещенных векторах поляризации, хотя излучатель и излучает волны, то приемник не принимает их, поскольку развернут на 90 градусов относительно вектора поляризации. А если у нас будет наблюдаться анизотропия, то мы вот увидим такую сначала подушкообразную форму, вращая свой объект в угол 360 градусов. И лепестки вот этих самых диаграмм при искрещенных векторах поляризации, они будут вот так вот выглядеть по мере увеличения этой анизотропии поглощения. Вот конкретные образцы, которые прозвучены в трех взаимно-пепитулярных направлениях, это кубические образцы. И вот при параллельных векторах поляризации вы видите, что картинка близкая к круговой, и довольно вот лепестки, сравнительно малые, сравнительно малые лепестки, наблюдаются при скрещенных векторах поляризации. Это вот текстолита, апустополиограмм, дерево, минералов органита, микроклина, кварца, полученные в трех взаимно-пепитулярных направлениях. Обращайте внимание на себя картинка, отвечающая кварцу. Там расположена тройная поворотная ось под углом 360 градусов. И мы видим здесь шесть лепестков при повороте этой модели, или при повороте этого образца. Примеры акустополиограмм модальных типов архейских пород из развязок польской сверхголубокой скважины. Вы знаете, что эта скважина достигла очень большой глубины. 12 километров здесь и 62 метра является сейчас пока еще непревзоездным рекордом. Это наша, будем говорить, гордость. И я как раз занимаюсь исследованием вот этих пород глубинных. Здесь мы получили довольно хорошее проявление этого эффекта линейной акустической анизотерапии поглощения. Она сказывается в уплощении картинки, полученных при параллельных векторах поляризации. Вот мы буквально в каждом из образцов вот этого воплощения наблюдаем. И вот это явление является аналогом аптического дихороизма или плеохороизма. И в горных породах вот это вот явление, акустическая анизотерапия поглощения, проявляется очень часто. Еще дополнительно нами был открыт эффект, который называется эффект деполяризации сдвиговых волн, проходящих через рассеянные слои минералов. Он сказывается в том, что вот эти диаграммки, полученные при скрещенных векторах поляризации, они обладают большими размерами, неопределенной формой. И вот вместо того, чтобы выразить там, допустим, какую-то минимум этой волны в определенном направлении, связанном с нахождением элементов упругой симметрии, мы вот видим вот такие вот размытые картины. И этот аналог тоже является в оптическом диапазоне. Он назван рассеянием поляризованного света в неоднородных средах, таких как туман. Вот это явление там проявляется. Известные данные из практики акустических и оптических поляризованных явлений позволяют провести первичную классификацию общих явлений, сопровождающихся распространение неполяризованных акустических и электромагнитных колебаний. Вот мы сейчас такую вот классификацию проведем. Общими признаками, описание которых математически адекватно для акустических и электромагнитных колебаний, воспринимающиеся в анезотропных средах, обладают явления двулучепреломления для акустических и аналогические явления для электромагнитных. Следующий эффект линейной акустической анизотропии поглощения, акустический плеохроизм для акустических явлений, плеохроизм для электромагнитных. Вращение вектора поляризации, акустические колебания и оптическая активность электромагнитных колебаний. Увеличение степени эллиптичности поляризованных колебаний по мере их распространения в случайной неоднородной седе. Я говорил об этом, что такое явление в оптическом диапазоне наблюдается при распространении поляризованного света через туман. Таким образом, при распространении электромагнитных световых и упругих световых сдвигов, вон наблюдается много склонных и близких явлений, показывающих существование общих элементов в структуре как твердого тела, так и эфира. Я предложил модель структуры эфирной среды, состоящей из частиц двух противоположных по заряду видов. Здесь вот проекция на плоскость, а в целом это означает, что каждый из зарядов отрицательных, допустим, окружен шестью положительными зарядами. И вот это электронная квазитвердая жидкость. Мною показано, что эта электронная жидкость очень легко проводит сдвиговые колебания, но не проводит продольные колебания. Так мы видим деформацию эфирной седы в электрическом поле заряженного плоского конденсатора. То есть в этом случае происходит деформация та, что отрицательные элементы эфира притягиваются к положительной обкладке конденсатора, а положительные элементы отталкиваются от такой обкладки. Так наблюдается деформация вблизи сильного магнита или соленоида с током. И здесь градиент довольно постоянный, и он может наблюдать в средней части очень длинного соленоида, магнита. И вот если два магнита мы повернем разноименными полюсами друг к другу, то естественно, что они будут притягиваться за счет вот этой деформации в магнитном поле эфира. А если мы одноименными полюсами повернем эти магниты друг к другу, то наоборот, эти магниты будут отталкиваться, и если оставить один магнит свободно, для свободного движения он развернется и сомкнется с этим магнитами разноименными полюсами. Теперь я буду говорить о гравитационном взаимодействии. Гравитационное взаимодействие – одно из четырех фундаментальных взаимодействий в нашем мире. И эфир является средой, передающей гравитацию. Следует говорить не о теории гравитации как таковой, а о теориях гравитации, даже о классификации которых требуется не один, а несколько каталогов, составленных по разным принципам – прагматические, космологические, геометрические и так далее. Свиденные наиболее известные теории и наиболее распространение получили. Скалярная теория – вы можете прочитать авторов, которые развивают скалярную теорию. Биометрические теории, квазилинейные теории, тензорные теории. Тензорная теория, кстати, автор Эйнштейн. Скалярно-тензорная теория, векторно-тензорная теория и другие метрические теории. Ну, короче говоря, их порядка, по-моему, порядка 70, этих красных теорий. Самой известной из перечисленных является теория гравитации Эйнштейна. Согласно его общей теории относительно гравитации возникает при искривлении пространства-времени. В то же время известно, что эфирная среда обладает диэлектрической магнитной проницаемостью, волным сопротивлением. Например, в размере диэлектрической проницаемости вакуума единиц системы КСИ выражает метрах, килограммах, секундах, амперах. И магнитная проницаемость тоже выражается метрах, килограммах, секундах, амперах. Вот интересно, как Эйнштейн мог выбросить из размерности пространства амперы и килограммы, оставив только метры и секунды. То есть вот в этом отношении пространство-время является, я бы сказал, дефектным. Эйнштейн много раз высказывался относительно эфира, то признавал то отрицал его существование. Последнее его высказывание относительно эфирной среды было сделано в 1952 году. Тем, что специальная теория относительности показала физическую эквивалентность всех метроциальных систем, она доказала несостоятельность гипотезы покоящегося эфира. Поэтому необходимо было отказаться от идей, что электромагнитное поле должно рассматриваться как состояние некоторого материального носителя. Ну, тогда становится вообще непонятно, почему в эфире распространяются электромагнитные волны, если нет материального носителя. Это же основа для распространения электромагнитных волн и света. Ну, это высказание необъяснимо. Иначе было бы необходимо отказаться от идей пространства времени. Проблема состоит в том, чтобы объяснить периоду гравитации основного действительно существующих в своей эфирной среде, включающих электрическую проницательность и магнитную проницательность. Первый шаг в этом направлении сделал ирландский ученый Мак Кулак в 1837 году. И я, собственно говоря, развиваю этот подход. В целом, все вещества, включая газы, жидкости, твердые вещества, имеют коэффициент преломления, как вы знаете, больше единицы. Это означает, что скорость распространения световых волн, фотонов, в физических средах всегда ниже, чем в вакууме. Естественно предположить, что замедление скорости распространения света в физических средах происходит благодаря эффекту огибания некоторых непроницаемых для фотонов областей. Фотоны приходится огибать в области пространства, занимаемой электронными оболочками и ядрами атомов. На рисунке весьма упрощенно представлена структура эфирной среды близнеусловного ядра атома в виде единичной сферической массы. То есть можно представить вот это ядро расположенное, и как вокруг ядра, вытесняемые этим ядром, будут располагаться элементы или частицы эфирной среды. Данная простая схема показывает, что пространство сетчатая структура искажена сферической массой. Вблизи сферической массы эта структура значительно медленно разрыхлена. На некотором большем расстоянии от центра сферической массы общий вид структурной среды условно можно представить в виде концентрических сфер, вложенных в одну другую. И вот в этих концентрических сферах будет, конечно, разрыхление. То есть не каждый элемент, не каждая частица среды найдет свой, скажем, отрицательный аналог, и между вот этими слоями будут промежутки, которые свидетельствуют о разрыхлении. И вот в частности, то есть не в частности, а общая схема притяжения двух тел друг к другу, она вот здесь и представлена. Что одна у нас сферическая масса создает разрыхление в эфирной среде, и вторая сферическая масса создает разрыхление эфирной среды. И вот это разрыхление заставляет эти две массы приближаться друг к другу. И это есть принципиальная основа сил тяготяния в эфирной среде, состоящей из равных, но противоположных по знаку частиц. Сила гравитации действует не на внешнюю облочку физического тела, но на элементарные частицы, его составляющие. Не имеет значения, каким внешним объемом обладает тело. Какова ее плотность? Имеет значение лишь тот объем эфирной среды, который вытесняется общей суммой элементарных частиц электронов, ядерных, имеется в виду какое-то тело. То есть общая сумма этих элементарных частиц, того самого эфира, который проникает внутрь тела, вне зависимости от его массы, его внешних размеров, оно проникает до элементара, до ядер и электронов этой самой массы. Тела разного объема, различающиеся у дельного веса, находящиеся в одной и той же градиентной эфирной среде, приобретают одно и то же ускорение за счет того, что давление действует непосредственно на каждую элементарную частицу составляющей тела. Это подтверждает опыт Галилеи, который в 1592 году впервые установил, что тела разной массы одинаково ускоряются гравитационным полем. Это известный факт. Он занимался этим в Пизе и считает, что он сбрасывал разные массы тела с Пизанской башни и замерял их время падения. Также он занимался тем, что катал по наклонной плоскости тела разной массы и гораздо проще было измерять время, за счет которого эти тела проходят определенный путь. Итак, в природе существует два вида силовых воздействий на физические тела. Сила ФТ действует через непосредственно контакт одного физического тела на другое. А градиент гравитационного поля воздействует на каждую элементарную массу физического тела. Вот здесь стрелками как раз изображены эти действия. И, надо сказать, вот те тела, которые летают наши и искусственные спутники в открытом космосе, они именно испытывают вот это градиентное давление на каждый атом их, то есть на каждое элементарное ядро, на каждый элементарный электрон их тела. Эпилог. Природа не терпит пустоты. Практически все последние концепции физического вакуума основаны на этом постулате. И универсен заполнен особый следой эфир. Кто хоть раз приближал сильный магнит к куску железа, вот, к сожалению, Эйнштейну не удалось. Вот он, наверное, в жизни ни разу этого опыта и не произвел. И надо сказать, что это, конечно, большая ошибка в его, ну, скажем так, в образовании. А если бы он приближал сильный магнит к другому железу или, допустим, к другому магниту, он, конечно, бы не утверждал, что эфира не существует. Только принятие эфирной, факты существования эфирной следы позволяют сохранить материальную основу распространения световых электромагнитных колебаний. Это всегда является передатчиком гравитационных взаимодействий тяготеющих тела. Иначе следует признать возможность мистическим образом узнавать тяготеющим телом наличие другого тела и стремиться по направлению к нему. Вот определенные публикации по акустике на русском и английском языке мною выпущены. И также мной выпущены публикации относительно свойств эфира и тех самых эффектов, которым обязано существование его существования. Спасибо за внимание. У нас еще целых две минуты. Можно, наверное, задать вопросы, кто хочет, если бы, пожалуйста. Давайте. Какова ваша физическая модель электростатического заряда и магнитного заряда? Я показывал, я показывал, вот, сейчас перейдем. Ну, собственно говоря, здесь вот мы видим конденсатор и как себя ведут частицы эфирные следы около этого конденсатора или в обкладках конденсатора. Мы знаем, что пустое пространство можно зарядить и оно будет обладать зарядом. Ну, нетрудно вообразить, что представим себе точный заряд, и вокруг этого точного заряда так, что будет располагаться. Нет, самый заряд, что из себя представляет физическая суть его? Модель самого физического заряда. Вы ставите такую цель модель заряда? Очень хороший вопрос. Значит, я полагаю, что это некоторая концентрация определенного вещества электрического, вот, и который может обладать положительным или отрицательным. Но опять сама суть, суть, что такое положительный заряд, что такое отрицательный заряд, слово? Ну, я не могу на это ответить. Ну, хорошо, давайте так, этот вопрос задан будет уже на круглый стол, уже все, время кончилось.